А как прокомментируете реакцию представителей конфессии Одессы, что они, по-моему, против проведения Одессы Прайда и говорят, что это противоречит вообще всем моральным ценностям, духовным ценностям? Ну, нам никаких заявлений не поступало от конфессии, и на данный момент основные конфессии не испытывают негатива. Если вы знаете, в католицизме ныне Папа реформатор, и он не отступает против АГБТ-сообщества. Официально к нам никаких обращений не поступало, никаких заявлений не было, никаких агрессивных форм не произвел. Насколько... То же самое, обыскать в интернете, мониторив все СМИ, я не видел такой информации, о том, что конфессии делали какие-либо заявления. А все ли было просто в принципе? Да. Там только не было в Киев-Констане, как-то и в Киев-Констане, в Киев-Констане, в Киев-Констане, в Киев-Констане. Можно вопрос такой, насколько серьезных проблемой вы считаете, если вы вообще считаете это проблемой, агрессию в обществе украинском со стороны граждан по отношению к представителям секс-меньшинцам? Можно еще раз вопрос? Насколько серьезных проблемой вы считаете агрессию со стороны отдельных граждан украинских по отношению к секс-меньшинцам? Смотрите, агрессия отдельных граждан должна лежать в рамках уголовного кодекса и регламентироваться статьями, связанными с хулиганством, с какими-то такими вещами. С такими проблемами и инцинкентами необходимо бороться. Но у нас сейчас нет задачи точечно решать эти вопросы. Мы их не сможем решить точно. Нам надо менять отношение власти. Это вот единственное, о чем мы говорим, о том, что мы посредством вот этого нашего мероприятия мы хотим привлечь внимание общественности. И я, на самом деле, очень рада, что нам это удалось, потому что мы не ожидали такого резонанса в социальных сетях, мы не ожидали такого резонанса в городе. У нас действительно был страх, что, ну, как бы не страх, даже сказать, как бы принято реальность, что это будет такое небольшое, оригинальное событие, которое, ну, в связи с ними, с каким-то привлечет внимания, там, мультферналистов, и на этом оно завершится. Вопрос. Пожалуйста. Ваше отношение к тому, что события, наложенные на официальную политику Путина по отношению к Евгениям, приобрел его в Одессе откровенно политический характер. Я уверена, что он, оно будет, это будет, приобрел его такой бы характер, не только в Одессе, потому что спекулировать на тему сэкшем и сэшинств, это очень, очень популярно. Ну, всегда надо найти кого-то, кто виноват. Виноват, наверное, в том, что АТО продолжается виноват в том, что у нас с экономикой проблемы, виноват в том, что там пенсии не хватает. Ну, виноват и должен быть, но очень удобно дойти в развод пещеры. Ну, Одесса в этом плане в отношении сепаратистских настроений несоединима, несоединима с АТО. Поэтому вот этот политический фактор в Одессе неизменим, а вы очень, как допустить, в том, что будет. Да, я с вами согласна, но с этой целью мы вчера и выступали, я вчера и выступала на трифинге и попыталась актуализировать и четко проговорить, что в наших действиях нет никакой цели и рассчитать ситуацию, в наших действиях нет никакой задачи выставить или не выставить Украину или Одессу в каком-то негативном виде. Во-вторых, когда мне говорят, а вот вы подумайте о том, что пишут российские СМИ, я даже не хочу думать о том, что пишут российские СМИ. Они иногда пишут такой бред, что это предвосхитить невозможно. И я вас уверяю, что если они не найдут какой-то повод настоящий, будет выдуман абсолютно несуществующий. Я к последнему моменту хотелось учить. А вы отслеживаете за реакцией на ваши события в сепаратистских фейсбук-страницах, вконтакте? В целом, да, но пока никаких таких сообщений о провокациях либо слишком негативных не было. Конечно, это все подняло волну обсуждений, в том числе и на подобных страницах, но конкретно никаких заявлений они не делали. Такой вопрос. По вашему мнению, успешное мирное проведение вашего мероприятия и других подобных мероприятий приблизит ли Украину к Европе? Мне кажется, что пока у нас есть такая очень важная вещь, как позитивный опыт. Пока мы не начнем переживать позитивный опыт по проведению тех или иных мероприятий, нам очень будет трудно поверить, что может быть по-другому. Я уверена, что Одесса сможет продемонстрировать другую модель реакции на общественные реакции, на подобные темы. И это даст возможность, во-первых, и самим Граунам понять, что в этом нет ничего страшного. Тогда я иначе поставил вопрос, извините. Согласуется ли, по вашему мнению, поведение таких мероприятий с европейским выбором и вектором развития страны? Я бы сказала, что это согласуется не с европейским, а с человеческим вектором. Да, в Европе сейчас все это активно развито. Европа идет на ногу вперед, на шаг вперед, впереди от нас. Поскольку они уже преодолели определенные социально-экономические проблемы, они выходят на преодоление социально-духовных проблем. Мы пока отстаем. И это не столько стремление к Европе, это сколько стремление к жизни в развитом, социально-экономическом и духовном завершенном государстве. Хотя, конечно, это абсолютно созвучно с нашей европейской идеологией. Скажите, хорошо, но если вдруг запретят через суд вам приводить, какие данные еще ваши действия? В бусы или вы вставать, или что? Ну, однозначно должна сказать, что если нам через суд запретят, мы будем действовать в правовом поле, мы подадим апелляцию, жалобу и так далее. То есть выводить, скажем, людей, понимая, что у нас не будет поддержки, что у нас не будет защиты, я не буду. И, ну, конечно, мы еще рассмотрим на состояние органитета этот вопрос, но, на мой взгляд, это даст возможность для всевозможных провокаций и попыток обвинить жертву в провоцировании каких-то действий со стороны каких-то радикальных или маргинальных групп. Вот. Я все-таки надеюсь, что власти пойдут не по пути запрета, а по пути умения контролировать ситуацию. Потому что это нездоровое отношение, когда у нас говорится, вот, как бы, вы понимаете, что вот мы не можем вот обеспечить правопорядок, поэтому давайте вы это вообще не будете проводить. Ведь в этом случае у нас никогда не наступит момент, когда, ну, то есть тоже вот когда, сейчас не время, а когда будет реклама? Вы не согласитесь, что это вообще странное заявление, что они не могут обеспечить правопорядок, когда в 2014 году у нас были марши по 10 тысяч человек. Я не говорю, что они тогда его обеспечивали, но тем не менее 10 тысяч и у вас 200 человек, да? То есть это какие-то несопоставимые цифры и не звучит ли это какой-то отговоркой, что они не могут верить или вы, что они действительно не могут обеспечить. Вы знаете, я, наверное, возьму ваши слова на вооружение и в следующем году мы дадем 10 тысяч. И в этом случае у нас будет... Нет, ну, политические марши были по 10 тысяч человек, да? А тут они не могут защитить 200 человек. Это, по-моему, смешно. Мы можем отвечать за них. Мы не можем сравнивать ни в коем образом. Ну, есть еще страны, где не могут защитить 200 человек. Есть страны Азии, Африки. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.